И, наконец, последний сюжет, на котором я хотел бы остановиться, это социальные разрывы в инновационной сфере и необходимость вовлечения в инновационную деятельность максимально широких слоев российского общества. У нас есть очень много так называемых уязвимых категорий населения, уязвимых по разным параметрам. Это довольно значимые весьма группы населения. Скажем, лиц с ограниченными возможностями в России насчитывается по статистике официальной, которая, я думаю, не весьма, так сказать, не вполне, так сказать, репрезентативна. Примерно 13 миллионов человек, 5,5 миллионов безработных, 39,7 миллионов пенсионеров. Мы толком не знаем, сколько у нас иммигрантов на территории России находится. Сельское население 37,6 миллиона человек, значительные группы населения, проживающие на удаленных от региональных центров территориях и так далее. То есть мы понимаем, что мы имеем дело с большой частью, весьма значительной частью российского населения. Если мы к этому добавим известную из разных социально-экономических дискуссий тему бедной интеллигенции и класса с уровнем жизни ниже среднего, с доходами, с минимальными доходами, есть еще одна очень серьезная, специфическая, сугубо российская такая тема, это моногорода, их жители. Это тоже в каком-то смысле, если хотите, уязвимые категории населения. Если мы на это внимательно посмотрим и поймем, что вот эти люди, в значительной степени не имеющие доступа к инновациям, к современным технологиям, к современным продуктам и услугам, то переход к инновационной экономике без внимания к этому вопросу будет просто способствовать дальнейшему расслоению общества, но уже по вот этому инновационному, если хотите, вектору. При этом, что у нас есть на другой стороне, так сказать, у нас вот те замеры, которые высшая школа экономики делает в течение многих лет в рамках мониторинга инновационного поведения населения, который мы ведем, показывает, что в сравнении с, скажем, западными странами, у нас крайне консервативный тип поведения населения по отношению к технологическим новинкам, а Россия находится по индикаторам интереса населению к изобретениям и новым технологиям, где-то в конце списка стран, в которых такие измерения ведутся, и у нас весьма низкий уровень научных знаний населения. Если говорить о более широком круге компетенций, то наши замеры показывают, что 60% населения совершенно не владеют, например, английским языком. А как эти люди могут существовать в условиях вот этих глобальных информационных потоков, потоков мобильности, в условиях новых усиливающихся, растущих вызовов? Поэтому такое высокое социально-экономическое расстояние населения, еще и усиливаемое за счет вот этих инновационных факторов, либо будет существенным образом сдерживать, либо вообще сделает невозможным переход к инновационной экономике. Поэтому необходимость инновационной политики в интересах всего общества мы тоже считаем одним из ключевых императивов в этой сфере. Мы предлагаем целый набор возможных инструментов политики как в рамках концепции так называемых инклюзивных инноваций, нацеленных на вовлечение вот этих уязвимых категорий населения в инновационные процессы, так и с точки зрения развития общественного восприятия инноваций и, безусловно, в конечном счете формирования масштабного и значимого по своему вкладу в развитие экономики и в общественную жизнь креативного класса. Вот на этом я бы, наверное, завершил. Спасибо.